доброе утро уважаемые коллеги большое спасибо за возможность участвовать в конференции сегодня мне бы хотелось представить доклад на тему хирургическое стадирование сегодня эксцезия против широкого иссечения так еще в 19 веке уильям норрис говорил о том что лучшее лечение меланомы это раннее широкое иссечение вместе с окружающими здоровыми тканями а насколько широким должно быть это широкое иссечение если мы обратимся к исследованиям и публикациям которые были приведены в начале 20 века то под термином широкое иссечение подразумевалось полнослойное иссечение которое затрагивало кожу подкожно-жировую клетчатку фасцию и с подлежащей мышцей при этом отступ от первичной меланомы был не менее двух с половиной сантиметров а само широкое иссечение дополнялось одномоментной моноблочной лимфодисекцией это было связано с тем что по наблюдениям врачей в то время наиболее часто метастазы меланомы возникали на расстоянии 10-15 сантиметров от первичной меланомы и лозунгом того времени была такая фраза как лучше большой шрам чем маленькое надгробие больше того некоторые авторы полагали о том что хирурги не должны бояться выполнять калечащие операции ампутации при расположении меланомы на конечностях все изменилось в 1966 году когда Кларк и Бреслу вне зависимости друг от друга разработали шкалу оценки меланомы которые на основании на основе которой оценивались ее прогностические факторы это позволило уже в 1977 году сделать первое предположение о возможности экономной резекции возможно что тонкие меланомы могут быть излечены с использованием малых отступов с учетом анатомической локализации именно это исследование подтолкнуло к восьмидесятом году первому рандомизированному исследованию 600 пациентов с меланомой до 2 миллиметров были разделены на две группы с крайне резекциями 1 сантиметр и 3 сантиметра при этом не было показано статистически достоверной разницы без рецидивной выживаемости это исследование запустило ряд еще исследований которые проводили французская английская и шведская группы по изучению меланом они также не выявили какой-либо разницы в общей выживаемости проводились исследования не только по ширине отступа но и по глубине отступа как минимум два исследования достаточно крупных подтвердили что нет статистически достоверной разницы в безрецидивной без метастатической и общей выживаемости при иссечении меланомы с мышечной фасции и подлежащей мышцы именно это подтолкнуло на мысль о том что возможно для подтверждения диагноза и определения толщины по опухоли по брестлу уровня инвазии по ларку возможно применение эксцезионной биопсии в пределах здоровых тканей далее были проведены исследования которые показали что диагностические биопсии не влияют на общую и безрецидивную выживаемость при меланоме кожи таким образом мы подошли к тому что настоящее время при возникновении подозрительной на меланому опухоли кожи первым этапом является адекватная биопсия существует несколько видов биопсий это шейф биопсия или бритвенная биопсия которая не применима для пигментных опухолей потому что она может повлиять на оценку толщины опухоли по брестлу это панч биопсия и эксцезионная биопсия панч биопсия выполняется при помощи циркулярных ножей диаметром от 2 до 10 миллиметров в пределах здоровых тканей на полный на полноценно полную толщину дефект после проведения панч биопсии закрывается при помощи нескольких узловых швов такая биопсия дает возможность нам оценивать опухоль целиком для новообразований которым необходимо который не мог быть подвергнут панч биопсии в силу размеров или локализации методом выбора может быть эксцезионная биопсия когда новообразование удаляется целиком в пределах здоровых тканей и отправляется на гистологическое исследование раны после такого такого вида биопсии закрывается внутрикожными швами такие же техники могут быть применены и при биопсии ногтевого ложа но биопсия должна быть умной состоит из трех как правило трех направлений первое это грамотное ведение анестезии локальный анестетик не может быть введен непосредственно в опухоль а должен быть введен в на расстоянии от нее грамотная биопсия должна быть выполнена с адекватным отступом максимально до 5 миллиметров допустимы отступы 1 3 миллиметра от видимого границы новообразования самое главное это направление наибольшая для наибольший длинник иссечения должен быть направлен параллельно лимфатическим сосудам при неправильном выборе направления это может повлиять на последующую реэкссизию и проведение биопсии сигнального лимфоузла после того как мы прав мы проводим экссизионную биопсию это позволяет нам грамотно выставить стадию по категории t оценивается наличие или отсутствие изъязвления толщина опухоли по бресту излетать от чего мы получаем критерий t при стадировании меланомы кожи именно эти факторы влияют на дальнейшую тактику лечения при меланомах инситу 1а следующий этап будет широкое сечение а при меланомах от 1b следующим этапом будет являться широкое сечение с дополненной биопсией сигнального лимфоузла но опять же хотелось бы повториться что на данный момент широкое сечение даже при меланомах более чем 4 миллиметра толщиной максимальный отступ составляет 2 сантиметра от видимого края опухоли потому что в 21 веке мы заботимся не только о безрецидивной без метастической выживаемости у пациентов но об функциональном и косметическом результате спасибо за внимание